так уже есть тикера евро фунт ртс бьер так 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 часть форекс торгуют и сергей луговой артем ртс так ну отлично отлично никаких специфических рынков по типу там азия не обнаружено так сейчас запишем сегодня тема базовые стратегии на основе объемного анализа с применением естественно платформы в офис и тема достаточно обширная естественно мы не успеем вложиться но тезис на основы постараюсь донести так начнем с насколько вы знакомы с объемным анализом только слышали либо уже начали применять применять или платформу офис буквально кратко в чате напишите чтобы я я понимал уровень это ознакомительный вебинар перед предстоящим basic курсом вот поэтому нужно ознакомиться уже потихонечку с группой про объемный анализ слышали но не разобрались и если вам не сложно опыт стаж торговли сколько лет торгуете либо же вообще не торговали пока вы отвечаете в чате напомню что это еще не вся это лишь модуль market watch платформа волк фикс мы разрабатываем ее исключительно с упором на анализ данных об объеме биржевых торгов причем под разным ракурсом сбит дельта их маркет профайл волен профайл вот то есть все данные которые дает биржа о состоянии рынка торговли то есть мы стараемся обрабатывать структурировать и в очень непонятной форме это все отображать причем лично не люблю анализировать либо же исследовать рынки когда данные находятся в таблице ну можно сравнить я думаю что данные которые выглядят вот так вот это рейтинг по текущей сессии S&P ну за весь день колонки дельты бидаск по цене с объемом тоже можно там сортировать вот представили да данные то есть это таблица здесь буквально шесть колонок и то же самое абсолютно то же самое сейчас допустим сейчас прошлую неделю подгрузим и то есть вот эта сессия торговая причем левая гистограмма это рейтинг фактически по объему не нужно в этой всей таблице тратить время и искать какие-то закономерности какие-то массивы какие-то диапазоны так ответил Евгений фри фри ворлд один год Евгений пять лет изучает поэт слышал Виктор слышал про ворлдевом платформы человек семнадцать наверное в чате активны только три-четыре не стесняй не стесняйтесь это же вебинар можете задавали вопросы по пока будет идти вебинар и касаемо курса и в принципе объемного анализа и так мы стараемся не стоять на одном уровне типов анализов то есть расширяем свой арсенал тем более на финансовых рынках без развития то есть те кто стоят на месте зачастую и по наблюдениям они у них не выигрышная ситуация поэтому нужно такие достаточно быстро развивающиеся по скорости рынке волатильность увеличивается ликвидность электронный трейдинг развивать очень быстро пять лет назад о высокочастотном алготрейдинге никто даже не говорил даже ну даже думать не мог на территории СНГ вот и на данный момент платформа имеет достаточно огромный инструментарий для того чтобы анализировать фьючерсный маркет фондовый сейчас вам покажу какой список здесь инструментов финансовых биржи биржи сибирь себе уйти комикс евро то есть европейские штаты наша биржа даже есть шанхайская там правда немного инструментов хороший с хорошей ликвидностью можно как раз изучить так очень огромное количество типов графиков данных фильтрации и отображение информации об объеме торгов дельте маркировка объема то есть реверсивность рынка это весь инструментарий платформы oldfix то есть если вы хотите изучить ее посмотреть попробовать берете демо доступ на сайте есть и любой компонент нажимаете принципе мы изначально делаем ее для себя для своего использования поэтому стараемся чтобы было все просто настраивать то есть юзубильность и информативность то есть дизайн такой какой есть так здесь можно подключить свой торговый счет через разные шлюзы транзак плаза и вы можете через эту платформу совершать даже позиции у нас в окне орберов разработан специальный сервис для открытия максимально удобно и комфортно арбитражных позиций как раз вот микро арбитраж микро трейдинг тут вполне удобный так ну объемный анализ я со всеми когда дискуссируют на тему объемный анализ больше относится к техническому анализу любую же фундаментальному я прекрасно понимаю что по описанию как бы с по сути как бы это и действительно технический анализ так как мы изучаем повторение модели закономерности находим точно так же как техническом анализе в объемном есть свои модели закономерности критерии факты типы объема и поток ликвидности вот но это данная которая касаемо торгов да то есть это не напрямую инструменты к примеру если мы торгуем фьючерс на какао то мы изучаем непосредственно поток в самом фьючерсе то есть сам 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 тему какао мы даже не трогать фактически то есть но в идеале если профессионально подойти то нужно следить за там урожай заказы транспортировки какие-то крупные отчеты то же самое пшеница зерно то есть урожай был хороший либо же не урожай то есть засуха зерновой трейдер очень детально следят за погодой вот то есть в объемном анализе мы не касаемся кости конкретные инструменты то есть и изучается сектор то есть если допустим торгуем из от 500 естественно мы также анализируем объем объем дельту векторность рынка маркировка по дельте и на акциях которые входят в этот индекс приоритетнее конечно от самой объемной акции с хорошей капитализацией вот в индексе ртс естественно это газпром бербанк рукой вот то есть также изучается и анализируются и акции для валютных рынков там уже банковское направление экономика макроэкономика то есть принципе как бы затрагивается частично и направлении фундаментального анализа но основные решения и то есть основная платформа ядро размышлений анализа и принятия решений формируются непосредственно анализируя данные об объеме торгов то есть но которые идут с биржи то есть насколько были насыщенные торги сколько ликвидности рынок пустой либо же рынок переполнен объемом давайте определим то есть чем объемный анализ допустим лучше других анализов да ну сравнивать собственно это не не с кем еще но технический анализ немножко уже время то есть он как бы я его я сам применяю технический анализ классическом виде то есть линии тренда там равно удаленные восходящие каналы давайте сейчас для примера выберем какой-то инструмент напишите какой евро ртс выберем и сейчас пару моментов я покажу евро хорошо давайте евро и ртс сначала евро выделяем вернее выбираем таймфрейм один день то есть каждый паттерн я буду называть паттерн бар кластер это одно и то же то есть просто возьмем там практически чуть больше полугода котировку это фьючерс на евро и везде это не форекс это котировка с семье вот поэтому если будете тестировать платформу все такие огромные периоды истории которые вы подгружаете нажимаете мэш контракт то есть клейка фьючерс на контрактов потому что между ними есть экспирация и если допустим не нажать эту кнопку то будут подгружаться данные только выбранного вами контракта как бы на будущем и так что вы собственно видите на данный момент и что мы де-факто анализируем это практически за год данные о движению фьючерса пара евро доллар и здесь объем отображается вроде кажется что должны должно быть очень много цифр очень много каких-то таблиц вот здесь данные о практически 99 месяцев рыночной активности есть общий объем по каждой торговой сессии рейтинг с фильтрацией и боковая гистограмма вот это отображает по какой цене сколько прошло объема но так как если отобразить это все в виде цифр во первых это будет просто каша очень плохо считабельная из огромного количества символов и они в любом случае будут сливаться вот в такую гистограмму в итоге если брать бесконечность бесконечный период в узком каком-то диапазоне ограничено вот поэтому нам нужны данные об наиболее крупных событиях наиболее объемных представьте помним еще биржевые ямы да когда финансисты трейдеры и брокеры приезжали на здание биржи и в разных ямах смотря где какой сектор там зерновые товарные там производные и они выкрикивали кто сколько покупает продает вот то есть это было в яме то есть сейчас это все перенеслось в электрон тренинг и те же самые мужики которые макали руками и выкрикивали buy sell сейчас это делают тихо спокойно без проявления особых эмоций возле многомониторных торговых терминалов так вот есть такое понятие как бы ну в принципе мы много исследований проводим и поиск закономерностей и структуризация классификация то есть мы храним данные о каждом трейде некоторые инструменты более чем за пять лет то есть на серверах эта сессия торгуется допустим возьмем на тиковом графике сейчас snp ну либо же евро давайте евро возьмем всем интересно не будем фильтровать особо и погружаем данные это тиковый график здесь также сейчас вы видите очень много данных я вам сейчас их всех покажу но все так неприметно аккуратно но очень информативно то есть сейчас вы видите как работает стакан причем он не на всю катушку включен и каждое изменение тика помимо того что прорисовывается четко так как и проходит по рынку еще и с маркировкой bid ask то есть агрессивный seller buyer можно выбирать тип просчета маркировки бид ask либо же выбрать ту которую дает непосредственно биржа числа не каждый вот этот тик по ней ну то есть минимальная изменение цены несет в себе по ним информация объема то есть в одном тике прошло допустим там сто контрактов байер купил покупатели купили на сто контрактов селеры продали на сто контрактов либо ну я обычно называю в одном лице buyer seller но эти сто контрактов не одна сделка это может быть сто трейдов по по одному контракту то есть в одном тике есть тоже свой микромир и есть свои нюансы тик тику рознь то есть один тик могли наполнить достаточно крупным объемом но он на размещен высокочастотными алгоритмами там по одному по два контракта другой тик может быть одним трейдом там 1500 контрактов вот кто-то нажал по евро допустим там 175 контрактов одним трейдом есть также лента этих трейдов вы можете их посмотреть и все то есть по сенпи сейчас я включу евро вот и мы еще посмотрим классы так вот объемный анализ он как бы помогает идентифицировать на каких ценовых уровнях и в какой момент времени то есть на каком участке сейчас либо же на истории проанализировать участникам рынка была цена либо же этот инструмент фьючерс наиболее интересен то есть там проходили крупные сделки из всего потока данных которые мы получаем мы фильтруем определенные сделки которые то есть выше которого уровня то есть естественно там процентов 70-50 идет стандартный рабочий режим инструмента но некоторые моменты особенно в разворотных точках когда меняется тренд инструмента я вам на рубли сейчас покажу как объемно отображается такая вот заинтересованность и такие вот объемы когда проходят срабатывают алерты можно алерты выставлять на объем на цену то есть причем даже получить уведомления на почту и с этого момента уже максимально анализируются фьючерс на предмет открытия позиции то есть ну это в общем то есть можно формировать достаточно широкий спектр торговых стратегий от позиционных до микроскальпинга микроарбитража и в принципе также масштабность объема от одного трейда до крупных массивов за месяц это также удобно в объемном анализе очень много моделей они масштабируемые что по стратегии что по тактике работают по шаблону допустим дней то есть масштабность также соблюдается в объемном анализе допустим если вы изучаете технический анализ и модель треугольник да да либо же не треугольник а флаг вроде называется или вымпел как то так вот либо голова и плечи да вот точно должны все знать голова и плечи разворотная фигура в техническом анализе вот то есть ее можно использовать на доминутном баре да то есть эту модель и на дневном баре то есть она фундаментально объяснима да то есть на любом масштабе точно так же и на объемном в объемном анализе то есть если размещают крупный объем для какого то масштаба это определенного уровня объем то есть там уже время объем фильтр фильтр просто разная так фильтрация идет специально для того чтобы вычислить когда начнет работать крупный участник рынка итак на рынке есть крупные игроки средние игроки маркетмейкеры есть операторы рынка ну в общем алгоритмы высокочастотники махинаторы аферисты все 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 что можно найти на финансовых рынках все есть в электронном трейдинге естественно за каждым трейдом не стоит там айди какого то определенного человека то есть все это идет просто потоки данных но определить крупные сделки отфильтровать от мелких это в принципе задача достаточно легко выполнимая итак чем объемный анализ лучше и в чем его преимущество допустим возьмем ситуацию на газпроме на прошлой неделе мне достаточно сейчас вам загружу график это газпром значит гистограмма снизу отображает уровень ликвидности за в каждом баре таймфрейм 15 минут то есть если я наведу на бар 13.45 то общая ликвидность акций которая прошла за 15 минут в этом в этот момент 174 тысячи да ну округлим были по 268 первого сегодня на прошлой неделе 290 оборот был в одной 15 минутке то есть обратите внимание из всех 15 минуток прошлой недели да как часто попадаются те которые больше чем 240 250 тысяч акций ну можно на пальцах пересчитать и сколько которые идут там давайте 50 тысяч там 40 60 преимущество преимущественно основную часть 15 минутных таймфреймов идет стандартная рабочая ликвидность то есть таким образом отсеивается стандартная рабочая ликвидность которая опять же стандартно расширяет ценовые диапазоны а крупный объем отфильтровывается почему крупный объем и зачем его фильтровать в основу рынка и рыночных отношений очень хорошо уже прижил даже не прижилось а тесно используется даже не связанным с финансовыми рынками людьми то есть спрос с предложением уровень спроса отображает насколько либо сколько либо как насколько заинтересованы участники финансового рынка покупать данный актив либо же инструмент либо товар приложение то есть сколько на рынке есть возможных предложений продать данный инструмент товар производные и вот разница между количеством спроса то есть желающих купить данный товар и количество в объемном эквиваленте продать определяет тенденцию на рынке то есть это такой некий базовый закон то есть если спрос допустим у нас на уровне 120 процентов а приложение всего лишь 80 естественно мы видим что перевес на стороне спроса и желающих купить фьючерс намного больше что соответственно вызовет восходящую динамику на определенном масштабе который анализируется в определенном контексте если же больше по объему приложений спроса меньше соответственно динамика на снижение и вот это меняющаяся структура рынка активность может быть поровну флэт рынок находится в стадии такой цена не меняется он как бы отдыхает между трейдерами называть такие активности флэт флэтовый рынок пила возможно слышали вот и если исследовать свой инструмент даже взять фьючерс на евро я его очень много исследовал вот тогда я это можно сразу же обратить внимание что хорошие сильные движения цены происходят как раз в момент крупной ликвидности теперь почему я включил непосредственно газпром если взять тот же самый газпром только на баровом графике то есть это хорошо покажет то насколько мало информации дает просто цена и время техническом анализе трейдеры которые применяют классический технический анализ без там облака и шумоку либо там бабочки какие то все падает просто классический технический анализ обязательно обратили бы внимание на четыре либо три тройную вершину либо там даже четыре фактически просматривается и выделили этот уровень сопротивления правильно то есть там бы уже обязательно стоял бы маркер примерно такого цвета поставим спокойнее вот и ждался бы этот уровень на следующий день через день на предмет отработки снова на продажу что происходит с с точки зрения как бы технического анализа определен уровень то есть здесь как бы базовый основной уклон идет на то что цена не преодолела какой то определенный ценовой барьер в разных книгах ну описывается там психологически сложный уровень либо же там на рынке уже преимущественно начались продажи цена уже не пробивает ну по разным причинам но трейдер по сути не видит причины того почему рынок дальше не растет почему там кризис либо возможно газпром какие-то там нашел погрешности в расчетах какого то там трубопровода и несет убытки то есть просто проводится линия и открытие позиции там допустим на следующий день либо через день от этого уровня ну либо выставляется лимитный ордер либо рыночный открывается но просто открыть идет на ожидание отработают либо не отработают то есть ну фактически как подбросить монетку не понимая даже фундаментально либо же там даже по объемам анализу а по сути там что происходит почему они нарисовали вот такие вот 4 максимума то есть кто что произошло неизвестно просто открывается позиция на ожидание поэтому процентность трейдеров ну если нельзя мы отбросим всех трейдеров которые жестко с плечами заходят это уже не трейдеры это азартные участники казино то соблюдают маржинальность то есть ну money management то процент почему процентность форекс трейдеров высокая потеря это потому что очень часто точки открытия сделок просто идут на ожидание отобьются ли не отобьются то есть либо там два мувинга пересекаются да то есть две средние кривые как может рынок развернуться потому что две кривые пересеклись то есть фундаментальных причин почему рынок начинает разворачиваться трейдеров фактически тоже на ожидании поэтому какие-то сделки проходят удачно какие-то нет где-то трейдер понимает что не нужно продавать либо же покупать но вот этот вот ухудшает серийность как раз недостающей информации как бы не хватает чего-то вот и как раз такое напористое стремление зарабатывать на финансовом рынке в принципе любого трейдера должна привести к либо точке инсайда откуда берется инсайд информация либо создавать этот инсайт то есть грубо говоря уже монополистом стать какого-то определенного сектора то есть ну это уже финиш да то есть получив инсайт информацию куда будет двигаться хотя бы там на 15-20 минут любой инструмент я думаю вы знаете что 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 уже как бы это могли использовать то есть хотя бы даже на 5 минут вот то есть поэтому ну как только смп перешел стандартный курс 500 на основной объем торгов перешел в электронный трейдинг в электронный естественно данные с ямы которые находятся в чикаго в чикаго бирже было сложно получить то есть специально покупались места на бирже и поближе к источнику биржевой информации можно было находиться и тогда еще как-то эти данные попадали в руки но простому трейдеру который находится за тысячи километров от этой биржи практически нереально было получить какие-то свежие достоверные данные по объему сделок а в электронном трейдинге эта возможность появилась и мы не теряя времени сразу же начали работать в этом направлении изучать исследовать вот так вот вот эти четыре вершины на газпроме 137.15 обратите внимание что вот эта локация он же массив достаточно ключевая модель 29 числа обратите внимание как газпром сразу отреагировал на продажу с этого массива это объемный массив чуть на занятиях мы уже изучим более детально что такое массив как его использовать и понимать а вот теперь тот же газпром но с наложением данных по объему видите здесь вам хорошо видно да давайте вот так сделаем вот так нам лучше чуть-чуть светлее бар и это паттерн то есть это бар который отображает по каждой цене мы объем но если я допустим масштаб сделал максимально огромный то на каждой цене вы увидите за 15 минут объем оборот до 136,5 35 тысяч контрактов акций и вот подбираемся мы к вершине заметьте это 15 минуты таймфрейм и 10.00 первые 15 минут по цене 137 проходит 76 тысяч с половиной сделки потом пауза 15 минут 10.30 47 тысяч видно вам хорошо то есть не подряд постоянно идет по 45 по 70 тысяч а вы сделали паузу и по этой же самой цене потом час подождали присмотрелись к рынку 31 тысячу размещают причем видите по одной цене идут если присмотреться то здесь идет ровно по 11 тысяч объем то есть это след одного участника например мы возьмем инвест компания решила там акциями газпрома на 22 тысячи например да то есть буквально 15 минут разница и снова 11 тысяч ровно по той же самой цене в один и тот же день в один и тот же час то есть ну соответственно интересно крупным участникам этот газпром газпром на этот день на этой цене крайне стал интересен наша с вами задача идентифицировать крупного игрока который контролирует цену сегодня на этой неделе либо же масштабом больше идентифицировать куда он пытается расширять ценовой диапазон этот крупный игрок и работать на его стороне то есть идти вместе с ним по тренду пока не появится противовес тоже объемная модель то есть мы с вами как эти охотники на огромных китов в огромном финансовом океане вот находим кита и плаваем с ним пока есть возможность видите то есть через определенное время по одной тоже цене заходит в течение полтора часа до 12 часов разместили всего по этой цене сто восемьдесят пять тысяч чуть повыше двадцать семь восемнадцать но это не топовые есть еще больше двести восемнадцать рейтинг поэтому поэтому когда у вас помимо графика еще есть ситуация по уровню ликвидности это мы увидели по каждой цене объем за 15 минут мы увидели общий объем за 15 минут 238 тысяч из которых 73 только по одной цене прошло из всех 230 тысяч потом суммарные за определенный участок допустим если мы хотим посмотреть только за этот день 29 числом берем 29 число даты выделяем все то есть вот здесь суммарно 185 тысяч по 137 ровно прошло то есть естественно это были крупные заявки и поэтому трейдер понимает почему здесь 4 вершины у этой модели ну локации не просто ставить лимитку и будет что будет она непосредственно понимает что там разместился крупный блок крупная рыбешка обратите внимание что в общем 136 там и 6 это максимальный объем по цене был 29 число 218 тонн вот эту локацию которую хорошенько обработали крупные верки так и не осилили на следующий день вернее на с понедельника с этого массива ушел рынок на нисходящую динамику закрылись практически там где открылись но на сключение ушли вниз ну на продажу то есть такие массивы они то есть его визуально видно то есть выделяется из котировки но пустой он либо же там многое размещено денег либо наоборот допустим на фичерском контракте можно особенно особенно на форс возьмем ртс к примеру в пятницу много фиксировали позиций снизу по отношению недели если брать данные вот сейчас включала открытый интерес видите и снизу гистограмма не объема теперь отображается а уровень открытого интереса то есть количество открытых позиций в рынке набор позиций да совершенно верно давайте возьмем за неделю и возьмем пять минут ну я там таймфрейм имею ввиду вот вот эта нить которая идет через весь инструмент я могу убрать это индикатор видом если будет мешать давайте итак вот график а вот уровень открытого интереса значит обратите внимание как 26 числа после формирования долго формировали практически всю сессию площадку чтобы с этой площадки начать восходящую динамику вот это было коварное снятие стопов у участников рынка то есть применяй объемный анализ применяйте данные и тактики стратегии которые у нас есть можно идентифицировать когда снимают стопы соответственно вы понимаете это и можете использовать в своих корыстных целях ведь мы этим всем занимаемся ради единой цели вытащить из финансового рынка свой кусочек да вот то есть мы видим массив и сразу же пошли продажи и не покупают то есть ну вернее как бы не открывают позиции что в принципе логически если подумать подтвердило бы заинтересованность участников в этой тенденции то есть они сражались спрос предложения и наконец-то победили селеры на данном участке то расширение как раз подтверждает активность селеров и начинает заходить вторая волна продавцов которые не такие уверенные либо же не такие объемные поэтому начинается рост открытого интереса при расширении такого коридора здесь же наоборот фиксируют то есть они не хотели этого движения они не хотели чтобы этот рынок ушел поэтому начали сразу же выходить возможно там и ваши позиции были то есть но такие моменты можно фиксировать индифицировать и использовать для своих целей инструмент шел очень аккуратно видите здесь не было таких резких взрывов по ажиотажу и 29 числа обратите внимание какой идет скачок с самого утра это как раз пример того как помогает объемный анализ индифицировать когда рубль остановится да то есть когда начнется разворот на рубли на нефти это все может подсказать объемный анализ вот участок с 10 по 11.20 за эти 1.20 количество вернее показатель открытого интереса с 515 тысяч на 578 то есть весь этот отрезок времени открывались новые сделки заключали новые сделки открывали новые позиции заходили в рынок и вот этот массив и что потом происходит после такого активного размещения позиций идет нисходящая динамика то есть де-факто как бы было открыто в этой точке очень много сделок результат которых создал нисходящую динамику потом да вот этот момент до конца первого февраля такая боковая котировка и соответственно такой же открытый интерес но все что открыли в этот момент еще в рынке то есть видите их не зафиксировали а вот то есть уже этот массив выделяется других участков графика но без этих данных просто просто уровень сопротивления и все но трейдер получил стоп лосс уже и на этом уровне сопротивления и потом еще на этом уровне мог и на этом получить точно так же с пробитием либо же поддержкой в объемном анализе есть похожие элементы модели допустим объемный анализ несложный мне кажется даже легче чем технический анализ и точнее в техническом анализе кстати инструменты технического анализа у нас есть вот здесь такой карандашик нажимаете и можно играться то есть там цвет выбирайте тип линейки те же самые квадратики стрелочки даже подписать вот но классический технический анализ не волн здесь нет просто линии треугольники овал и прямоугольник и можно текст напечатать вот потом это все можно удалить если не нужно либо же сохранить то есть теперь немножко об объеме то есть селлер набрал позицию спрашивает виктор один из участников достаточно интересный массив согласитесь да но когда я посмотрел более агрессивные кто себя ввел в этой точке я был не не то что там прям чуть в обморок не упал но интересно было то есть немножко удивила мне эта ситуация значит объем почему из всех данных которые идут с биржи именно ему мы посвятили столько времени уже на 10 лет да это показатель уровня ликвидности заинтересованность чем больше объем входит в цену в данный момент на рынке тем крупный игрок более заинтересован что-то ему нужно остается лишь за малым понять нисходящая динамика ожидается либо же восходящая либо дождаться этой динамики просто зайти попозже но чуть похуже цене в чистом виде объем допустим 100 контрактов по цене за одну минуту 100 контрактов это означает что байер купил у селлера а селлер продал байеру 100 контрактов смп евро фьючерс там ртс инструмент здесь не столь важен важно то что 100 контрактов это объем сделки единица это количество транзакций грубо говоря там одной прошел одним объемом прошла сделка либо разбивали там на 4 транзакции там или на 3 транша вот то есть но в каждой сделке всегда есть север юг день ночь красное белое инь янь быть или не быть байер селлер то есть вот эти две половинки они всегда в этой сделке должны быть то есть если байер кто хочет купить вы приходите на рынок овощной допустим хотите купить лука покупаю ну извини нет лука нет продавца который фермера который выращивает лук не продает то есть вы не сможете его из ниоткуда взять правильно то есть значит вы уйдете без позиции без сделки так же и продавец лука если у вас не будет на рынке он тоже не продаст лук поэтому в этой в этой в этих 100 контрактов там байер и селлер то есть байер купил у селлера теперь вопрос на смекалку внимательно смотрите на что чуть чуть не сказал внимание на экран итак задача простая цена допустим 1512 по по этой цене проходит объем семьсот семьдесят семь контрактов есть есть только эти данные куда пойдет рынок на покупку либо же на продажу для напряжения во подчеркнул и в рамки о упомя в vl я в коллекцию ответов добавлю хорошо получилось там останется агрессор окей так есть опытные люди а тем неизвестно противоположную сторону куда пришла цена ну допустим рынок шел на рост и вот дошел до цены до цены где прошло 777 контрактов ладно в принципе правильные ответы были имея эти данные рынок никуда не уйдет потому что у нас нет дополнительных данных о количестве спроса приложений в этих данных 777 контрактов то есть был спрос у байера 777 контрактов в общем у целера было предложение на 777 контрактов все то есть они их свели на бирже их погасили 0 до совершенно верно то есть направление куда пойдет следующий тик будем ждать следующих данных спроса приложения правильно вот когда мы увидим что спроса больше и приложение меньше либо наоборот тогда мы сможем твердо сказать потенциальное направление рынка отсюда что следует объем объем вот в таком формате да то есть чистый объем не несет вектора направления тенденции куда пытается эти маркет то есть правильно то есть нам нужно вот это вот нужно закрыть недостающий пазл в объемном анализе в чистом если объеме и эту задачу решает дельта либо же маркировка объема и доска как написали фразу агрессор можно также назвать это инициатор сделки рыночный ордер возьмем допустим вот этот момент который задал вопрос виктор там продажи набрали либо же нет 29 число по ртс на модуле который был в принципе спортирован как раз для анализа дельты возьмем поменьше 5 минутный таймфрейм но в принципе для внутридневного использования минуты минута 5 15 все это пред предел желательно не что их помещу так 29 число что увидите вроде бы точно такой же график зачем отдельно модуль создавать дело в том что здесь немного другого формата данные отображаются и все в одном графике не уместить то есть этот график специально кластеризированный то есть виде кластеров в каждом классе отображается ликвидность по бит и по аск то есть сколько было объема по бит по цене сколько объем было по аск то есть левая колонка это беды правая тасс видите здесь 15 15 поровну здесь 48 58 тоже поровну фактически английский контрактов разница здесь 136 и 42 тут мы видим что уже появился объемники ну и соответственно нижняя гистограмма это суммарная сколько дельта между объемом битовым либо жестко более детального вот этой всей маркировки и типу вычислений уже на самом курсе тут по стратегии допустим да тот участок обратите внимание что тот участок по дельте крайне агрессивно проходили как раз инициаторы на покупку но это на баром графике об этом ни слова не сказано то есть это баровый график немножко уже его мало для того чтобы работать на рынке это информация уже мало нужна нужна информация кто владеет информацией тот владеет если к ртс добавить ту же самую нефть то мы заметим что максимум по нефти ртс до двадцать девятого числа совпадает а двадцать девятого числа максимум на ртс и на нефти находится на абсолютно на разных уровнях это уже на на несколько занятий стратегия вот видите здесь допустим как точка входа на шорт отменяется потому что входить против агрессоров на покупку не всегда безопасно то есть вы входите в рынок как раз против поезда итак базовые стратегии первую очередь нужно выделить ядро торговой сессии только закончился торговый день вы выделяете основное объемное ядро то есть это очень не сложно сделать если вы выбрали по датам ну допустим двадцать девятые двадцать девятые а это уже все равно то вот график за пять минут ну пускай будет 15 слева гистограмма профиля по газпрому давайте лучше ртс возьмем там красивее профиль будет вот у меня здесь цветом выделяется вот эта фильтрация она просто помогает выделить ядро здесь костяк из объемных сделок то есть он как ориентирный то есть это стержень основа торговой сессии торгуется выше этого диапазона у нас контролирует ну то есть мы уже это идентифицируем мы используем качество информации которая говорит о агрессивности байера и если торгуется маркет уже ниже данного массива данного диапазона то сейчас контроль цены за селлером вы внутри этого коридора на экваторе либо нейтральная вода еще мы называем нейтральную воду экватор вот то есть пытается борьба идет пока цена стоит на уровне это борьба между добром и злом между байером и селлером между небом и землей вот то есть определенное ядро необходимо то есть мало объемов внутри торговой сессии естественно его надежность его крепкость отработки уровня и поддержку тенденции сохранения тенденции будет гораздо слабее и не так надежно давайте посмотрим такие объемные сессии когда происходит ключевой момент с объемом проще работать на экстремумах когда вы если ваша стратегия базируется на открытии позиций как раз на противовесе на контртрендовых точках либо же вы нацелены определить разворот рынка то есть непосредственно смену динамики смену тенденции то без объема там никак так это USD руб сейчас уберем лишние линии обратите внимание что у каждой торговой сессии ну либо она просто серо в данной окраске либо идет маркировкой желтой эти маркеры выделяют цены где объем был на метро то есть есть периоды когда идут подряд такие объемы есть когда пусто на рынке но это с 15 на 6 15 87 в обменниках помните до недавно недавно когда останавливали в конце августа на 72 за сессию прошло 9 миллионов контрактов оборот то есть на то время это была самая ликвидная сессия на на фьючерси долларов сессия на сессию сессию 6 миллионов 8 200 не 9 как там 400 а 8 200 но опять же на максимуме тоже крайняя торговая сессия все 9 200 8 258 тоже и похожий сценарий прорабатывается да откатились потом стоят то есть вполне можем увидеть на 80 флайт порядка такого масштаба пока финансовый рынок финансовые участники не получат какую-то информацию важную касаемо нефти рубля и все остальное вот ликвидность идет на хорошем уровне видите здесь даже самая слабо ликвидная сессия идет выше чем среднестатистическая торговая сессия в обороте то есть там идет сражение за каждый за каждую минуту фактически то есть очень объемная сессия ну и вы наверное заметили что такие вспышки объема ну если брать масштаб такого ранга не так часто проходят на меньшее таймфреймах внутридневных внутриненедельных точно такая же закономерность то есть порядка десяти двадцати процентов случаев допустим если брать сто пяти минуток за сессию то из них только может быть там пять десять с крупным объемом если все стандартные либо ниже нормы давайте вопросы на сегодня все то есть стратегия на экстремуме обязательно критерий крупный объем то есть нужно остановить рынок объем потом еще развернуть и толкнуть рынок основанным противоположную динамику то есть при работе с экстремумами обязательно учитывайте уровень ликвидности если вас интересует курс рубля то то пока что замедление экономики исходя из стоимости барреля нефти сколько банков лишились лицензии вполне вероятно что начнут печатать это создаст инфляцию соответственно 80 это возможно даже не предел если стабилизировать хотя бы нефть вернуть на 50 на 60 к сожалению экономика из-за пары санкций оказалась не готова к таким поворотам судьбы и такие к рейндж рейс рейд рейс рейд рейсбор чарт наравне со всеми у нас нет там при преимущественно определенных какой-то график применяется для открытия позиций которая применяется там для анализа я за то что если этот график либо же тип графиков хотя бы чуть-чуть будет помогать понимать что происходит с рынком я буду его использовать если вы еще какой-то плюс добавите корреляция а Для отличной сделки подходят открытие позиции безрисковое и неизвестно когда закрытие даже. Вот это хорошая сделка. Рынок Форекс. Валютные фьючерсы, может? Да, кстати, те кто записываются в группу Basic, в понедельник первое занятие по курсу. В понедельник уже начинаем. Поэтому до следы напишите, свяжитесь с менеджерами. И получите инструкции, что за эту неделю нужно успеть сделать. Начиная от компьютера, заканчивая информацией, которая у вас должна быть. Чтобы в понедельник вы уже во всеоружии могли приступить к изучению объема анализа. Месяц будет длиться и... Затем небольшой такой перерыв и начнется... Полугодовая подготовка к рынку торговли на 12 маркетинге. Смарт-трейдинг... Смарт-волюм-трейдинг. Курс полугодовой. Ну, стажировка фактически. Практика, все как положено. По сегодняшней теме есть еще вопросы? Всегда пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...